В Казанском федеральном университете прошло очередное заседание ректората. Решением ученого совета в КФУ учреждена стипендия Шауката Хабибулина, присуждаемая наиболее талантливым студентом. Заседание открылось вручением именного сертификата студентки 5 курса Института физики Екатерине Семеновой. Рабочая повестка открылась с доклада ответственного секретаря приемной комиссии КФУ Олега Бодрова. Он представил актуальные данные о проделанной работе по привлечению и подготовке к приему абитуриентов, в том числе и из-за рубежа. Олег Бодров рассказал, что на сегодня проверено более 5400 работ. Прием документов на поступление откроется на двух площадках приемной комиссии, в Униксе и втором высотном корпусе уже 20 июня. Затем директор Института филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого, Радив Замалединов, представил доклад о подготовке к приему и планах по будущему набору. Главной проблемой, по мнению директора, является сокращение бюджетных мест. Это ставит задачу компенсировать финансы за счет приема контрактников и иностранцев. Другой приоритетной целью является рост числа аспирантов и магистрантов. Следующей выступила декан юридического факультета Лилия Бакулина. Трудности факультета также заключаются в сокращении бюджетных мест. Заключительным вопросом повестки дня стало обсуждение модели ситуационного центра КФУ, создаваемого силами ученых Института международных отношений истории и востоковедения совместно с Институтом востоковедения Российской академии наук. Проект представил директор института Рамиль Хайруддинов. Институт Центр КФУ – это очень значимое подразделение для аналитической работы. Речь идет в первую очередь о поиске своей ниши, поиске тех информационных сегментов, которые могли бы помочь не только Республике Татарстан, не только Павловскому округу, но в первую очередь КФУ в поисках новых подходов к науке, к образованию. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров призвал интегрировать студентов в работу центра. У меня огромная просьба, чтобы все эти вещи были включены в образовательный план. Мы это начали делать в инициативном порядке, исходя из того, что наши выпускники должны это уметь. На заседании также прозвучала инициатива открыть доступ к мониторинговым технологиям для всех институтов, тем самым захватить все области знаний. Артем Тупичкин, Владимир Нелюбин, Ленар Довлетяров, Универньюз.